С самого утра Гоша был не в духе. Отопление в квартире еще не дали и даже под одеялом был настоящий дубак. Раза три он перенес на пять минут будильник, пока жена мягко не пихнула его ногой. Гош, но сейчас жена сыт в прихожей. Пусть Антон гуляет со своим псом, а у меня сегодня выходной, единственный между прочим. Антоша вчера у бабушки остался, забыл. Говорит, хоть там наемся, у нее вдоволь. Мужчина нащупал возле кровати носки, которые оказались разными. Пару секунд смотрел на них, махнул рукой и напялил, как есть. Все равно с утра никто внимания не обращает. Да и кому какое дело? Кутаясь в куцый пуховичок от ветра, он чуть не плакал от холода и навалившихся проблем. Плелся за Рексом, что тащил своего хозяина от мусорки до мусорки, совершенно не обращая внимания на его вялое фу. Как же это все достало? Никакого просвета, дожили, не на что купить продуктов нормальных. От лапши быстрого обретавления, уже выть охота. Ипотека душит, не дает как следует жить. Какого-то лешего взяли, машину еще в кредит. Зачем? Сейчас нужно платить два платежа сразу, как обычно. Так прошел почти год, и теперь еще платить страховку нужно, налог. Где взять денег? Ах, еще он в тошке день рождения. Гоша хлопнул себя по лбу, вспоминая, что обещал купить сыну хорошее компьютерное кресло. А оно, надо сказать, стоит не меньше десятки. Рекс, ну-ка фу! Куда прешь, глупая собака? Рекс вырвался с поводка и кинулся за кошкой в сторону помойки. Забравшись в саму середину между мусорными баками, пес принялся ковырять носом протухшие пакеты и с наслаждением поглощать пленку от сосисок. Ах ты, зараза, отдай! Наступив ногой в жижу, он поскользнулся и свалился на мазниче, чуть ли не лицом в чей-то перевязанный пакет, брошенный около бака. Первую мысль была обматерить, как следует лентяя, что не донес свои отходы буквально пару сантиметров, и побрезгивал, открыв крышку, чтобы выбросить, как полагается. От души обруглав неизвестного неряху, он принялся подниматься под удивленные взгляды Рекса. Его глаза излучали сплошное одобрение. Мол, наконец-то ты, глупенький хозяин, понял, где хранится самое вкусное, и сам наведался в мусорку. Гоша нащупал конец поводка и еще раз с подозрением глянул на этот огромный черный пакет. Он был полный и крепко завязан хвостик, а его содержимое, по выпирающему очертанию, напомнило небольшие кирпичи. Уже почти отошел от помойки, но любопытно взял верх, и он ковырнул озявшим пальцем толстый полиэтилен. Гоша не поверил своим глазам. Это было совсем не кирпичи. В пакете лежали аккуратные пачки денег, достоинством самую крупную купюру. Мешок был забитыми доверху. Мужчину бросил в жар. Абсолютно не чуя холода и промозглого дождя, он натянул петлю поводка на плечо, схватил мокрый мешок, который оказался очень тяжелым, прижал двумя руками к себе и побежал в сторону дома. На ходу выдумывал невероятные отговорки перед знакомыми с соседями, отчего это он тащит мусор обратно домой. Ему повезло, на пути никто не встретился, и он с облегчением вздохнул, закрыв за собой входную дверь. Вера, жена, уже почти собралась, натягивала в свой старый плащ и тоненькую шапку с шарушками. На мужа не смотрела, торопилась, думала о своем. Гоша, надо бы Антошке купить ботинки, хотя бы в смешных ценах. Всех совсем нет подкладки, нога мерзнет. — Слушай, а ты что такой чумазый? И собаку словно в грязи вывалил. Что это за мешок у тебя? Вера была хорошей женой, доброй, милой женщиной, и полюбила на ее за то, что отличался от своих ровесниц. Коротких юбок не носила, сила, не малевалась, как он деять на войну, и не шастала по клубам с тонкой сигареткой в руках. К шумным гулянкам с алкоголем и непристойностями относилась отрицательно, и в свободное время с удовольствием читала книгу у себя в комнате, или гуляла вдоль берега. Гоша был почти такой же скромный, приметил девушку на одной из прогулок и, набравшись смелости, пригласил Веру на свидание. Да, он был не красавец, не атлет, носил очки, но Вера отчего-то засмущалась, согласилась на его предложение и ни капли не пожалела. Они уже 10 лет жили в согласии, любви и взаиможении друг к другу. Вера не жаловалась на жизнь, брала подработки, убеждала мужа не переживать из-за лишних проблем, умудрялась еще помогать многодетной семье по соседству, выделяя им одежду Антошки, из которой он вырос, и угощает детишек нехитрыми сладостями собственного приготовления. Главное, Гоша, все живы-здоровы, остальное наживное. Вон у нас есть крупы, мука, сегодня блинов нажарю вечером, а мясо купим с репетиторских, суп сварю, дня на три сразу. Антоша тоже рос хорошим парнем, понимал, что маме с папой приходится трудно и не глянчил дорогие игрушки и одежду. Пока они были на работе, прибирал дом, сам делал уроки, готовил простой ужин и, бывало, на деньги сэкономленные с обеда покупал хлеб и молока к ужину. Сегодня же Гоша стояла у входа в разных носках, грязной, но безумно счастливой. «Вера, я нашел деньги, много денег!» Вера пару минут стояла ошарашенно и вместо того, чтобы обрадоваться, вдруг нахмурилась. Заговорила шептом. «Чего разорался? Молчи! Сейчас сбегутся соседи эти попрошайки, сам же знаешь, что у них ни шиша нету, но плодили, теперь побираются. Заходи скорее, надо дверь закрыть!» Гоша удивился грубости жены, никогда не слышал от нее таких слов, но все же скинул грязные кроссовки и прошел в комнату. Они с женой распотрошили пакет и стали считать, сколько же богатства им привалило. Мужчина ликовал. Но, наконец-то, они расплатятся с долгами, оденутся как следует и забьют в холодильник всяческими вкусностями. Украдкой Гоша уже представлял себя на новеньком мощном автомобиле. Шикарном, большом. И не беда, что там расход большой и налоги 50 тысяч. Неужели он не заслужил, имея такие деньги? А ту шушлайку, что стоит во дворе, он даже продавать не станет, отдаст бедным. Не гоже теперь ему возиться с ерундой. Купит дом, большой, двухэтажный, в центре города. Хватит уже ютиться на 50 квадратных метрах. Жену как куклу приоденет. Купит украшения всяких, в ресторан поведет. Сыну купит самое лучшее кресло. Компьютер игровой, о котором он даже мечтать не спел. Заживем. Его приятные мысли прервала Вера. Она от чего-то совсем не улыбалась, как обычно, а ехидно щурилась, откладывала пачки денег в отдельную кучу. Вер, а что это за кучка? Отдельная. А это мне. Сделаю себе операцию пластическую. Нос исправлю, губы сделаю, жирок уберу. Что мне теперь век ходить толстушка длинноноса с морщинами? Хочу быть самой красивой. Косметику, духи самые дорогие куплю. Да что там, весь магазин с духами скуплю. Гоша удивился. Никогда не замечал за женой таких желаний. И считал ее очень милой, привлекательной. Ну пусть немного пухлой. Ей очень шли аппетитные формы. А нос был остренький, с горбинкой, делая чертовски загадочной, особенной. Ну ты мне нравишься такая, какая есть. Красивая, естественная. Я же тебя люблю, Вера. Ага, все мужики так говорите. Нет, ты точка. С работы я увольняюсь тоже, кстати. Надоело за копейки учить тупорылых детей. Ну ты же говорила, что любишь детей. Ко всем надо найти на подход. Тебя обожают ученики. Вера, ты что творишь? Она напихала в свою дамскую сумочку денег, сколько влезла, и хлопнув дверью, ушла тратить богатство. Гоша расстроился. Он мечтал, как они вдвоем потихоньку закроют долги, держась за руку, будут ходить по магазинам и хитро улыбаться, глядя друг на друга. Пришел от бабушки Антон. При входе сообщил отцу, что принес сырников. Ешь, пап. Они еще горячие, бабушка с утра сделала. Мужчина попытался спрятать оставшуюся кучу денег от сына, чтобы не пугать его, но избежать лишних вопросов. Мечтал с радостью поесть вкусных творожников, но не успел. Мальчик при виде купюры вдруг противно захохотал и лег на деньги, как утка из мультфильма. Он стал подхидывать пачки наверх, делать вид, что плавает в них и перечислять свои планы. Ого! Куплю велик самый дорогой, кроссовки фирменные, компьютер самый дорогой в магазине. Со мной даже будет дружить Вовка, сын директора. А всех бедняков пошлю куда подальше. Мы богатые. Нет, надо уехать в другую страну. Сынок, а как же бабушка, дедушка, наши друзья? Они же будут скучать. Плевать. Мне они не нужны. Хочу жить нормально, как мальчики из интернета. Антон запихнул в карманы по две пачки денег и кинулся на улицу, прямо без куртки. Гоша попытался остановить его, схватить за руку. Сынок, давай с тобой вместе пойдем. Я же тоже хочу помочь выбирать. Да зачем ты мне там сдался? Ничего ты не понимаешь техники. Я Вовку лучше позову с собой. Да вы же не знаете даже друг друга толком, Антон. Мальчик, как взрослый, помахал пачкой денег перед носом у отца. А с этой штукой мы быстро подружимся. Антоша опять захохотал киношным смехом и быстро улезнул на улицу, оставив отца среди кучи денег. Гоша заплакал. Он не думал, что жена с сыном окажется такими жадными, да денег и бездушными, что так легко бросили его, лишь только замаячило впереди богатство. Утерев слезы, он принялся жевать сырники, сидя на кухне, с чашкой кофе в руках. Огорчался, что со всеми чувствует вкус, хотя знал, какие же вкусные всегда тещины сладости. Прожевав с десяток сырников и ни капли не наевшись, он с досадой швырнул пакет. Как воздух ем. Желание тратить деньги налево и направо у него пропало. Он чувствовал себя одиноко и так плохо, даже хуже, чем сегодня утром, когда шел по улице с собакой, с мыслями, откуда взять немного денег. Теперь вот они есть, а радости никакой нету. Из окна на улице он увидел невероятно красивую женщину, в которой не сразу признал жену. Прическа, новая шуба, бриллиантовые серьги в ушах. Она шла на высочайных шпильках, в очень коротком платье. Ее красивые ноги в колготах сеточка мелькали у него перед глазами. Совсем стыд потеряла. Тут около нее остановился дорогущий автомобиль, и она, сжимаясь, со смехом усела к бородатому мужику. Смогла красавица, несмотря на холод, открыла окно и, разворачиваясь свизгом на своей крутой машине, нагло усмехнулся несчастному Гоша. «Как же так? Взяла и бросила меня только из-за денег?» Пока он ошарашенно переваривал случившееся, заметил у подъезда Антоша. Он сжал в руке дорогую сигару и дымил ей, как заправский мужик. Проехавшую машину обрызгала его новые кроссовки, и он вытер их купюрой, которая брезгливо выкинула на дорогу. Этого Гоша спетерпеть не мог. Он открыл форточку и закричал. «Антон, ну тебе же всего десять лет. Ну-ка, выкинь и подбери мусор, как я тебя учил». Мальчик не обратил внимания на отца. Пошел по улице дальше, пока его не остановили взрослые ребята. Гоша хорошо слышал их вопросы и чуть не выпал с третьего этажа, чудом схватившись в цараму. «Где остальные деньги, сопляк? Живо говори! Иначе...» Парни нависли над маленьким Антошей, сжав кулаки. А Гоша в страхе за сына стал орать, но крик застрял у него в горле. Он кинулся бежать на помощь сыну, все еще слыша, как они угрожают ему строгим тоном. «Ну что, навалил? Навалил, я спрашиваю». Гоша побежал по лестнице, оступился и кубарем скатился вниз, больно ударившись с пятой точки, так, что в глазах потемнело. И он пару секунд тер глаза, пытаясь собраться силами и волей, чтобы спасти сына. «Навалил? Ну вот, иди к отцу, пусть он решает эту проблему». Хулиганы-бандиты вдруг заговорили голосом Веры, и Гоша как следует открыл глаза. Он сидел на полу возле своей кровати. «Ну что, дорогой, выспался? Теперь вот иди убирай за Рексом. Я уже убегаю, сегодня контрольный у моих». Гоша уже давно не радовался тому, что у него нет денег. «Вер, ты у меня такая красивая, так я тебя люблю». Вера засмущалась, щеки порозовели, сказала строго, но с нежим взглядом. «А чего это мы с утра такие озорные?» «А чего грустить, Вер?» Она обняла его перед уходом. Гоша дождался сына, они выпили чаю с сырниками. Пришло время идти уже на обиденную прогулку с собакой, несмотря на моросящий дождь. Стали приходить смешные мысли о том, что во сне можно было бы хотя бы закрыть кредиты, чем попусту сидеть и считать деньги. Тучи немного рассеялись, выглянуло солнышко. Гоша улыбнулся своим мыслям, получше застегнул куртку и окликнул Рекса, чтобы пытался схватить земли обглоданную столетнюю кость. Неспешным шагом прошли вдоль домов, бодро вдыхает серпкий осенний воздух. «Хорошо, ты как на улице! Давай подольше пройдемся!» Около первой же помойки Гоша увидел огромный черный пакет.